В ходе фильма, о чем говорят мужчины, продолжение. Хочется поздравить наших любимых мужчин с наступающим праздником. И я с удовольствием представляю вам наших гостей. Актеры, полюбившиеся огромной аудитории. Леонид Барац, здравствуйте. Ростислав Хаид. Здравствуйте. Александр Демидов. Здравствуйте. Робот Саша. Макамиль Лаев. Начинаем. Прежде чем мы приступим к теме обсуждения, я хочу предупредить коллег, что мы работаем сегодня 45 минут. К сожалению, у наших гостей очень плотный график, поэтому просьба будет, когда будет перейдем к вопросам, задавать их лаконично и графично. Предлагаю перейти к обсуждению. Первый фильм вышел 8 лет назад. Время не стоит на месте и нужно двигаться вновь со временем. Чем уже третий фильм отличается от предыдущих, какие проблемы мужчине удалось раскрыть в фильме, и что сегодня волнует мужчин. Есть ли проблемы у современного мужчины, ну и что он... У современного мужчины проблем нет. Дело в том, что так как в стране ничего не изменилось, мы на нас ничего не изменилось. Без микрофона вообще. Нас слышно или нет? Нет, 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 нет. Да дальше от микрофона. Базо так хорошо. Да, вот так вот нормально слышно? Это так лучше должно. Ну, теперь будет отличаться текстом. Ну, это типа. В микрофон говорить по очереди. Это все зависит. Раз, два, а вот так нормально. Да? Да. Я забыл содержание. Повторите вопрос. Мы включаем, говори. Что могу? Вот так. Давайте попробую коротко сформулировать. Первый фильм восемь лет, я вышел восемь лет назад, конечно же, у героев этого фильма за восемь лет не могло ничего не измениться, конечно же, что-то изменилось, но мне кажется, что правильнее всего будет, если вы посмотрите фильм, если зрители наши смотрят фильм и сами сделают свои выводы, что изменилось, как, почему и вот. То есть не ответил на вопрос. Какие проблемы все-таки волнуют мужчин, современных мужчин и что вас лично имело? Мы не можем говорить от лица всех мужчин, мы не от лица своего лица. Что интересно, мы сказали, что в преддверии праздника 23 февраля, подальше, вот так, мы представляем кино, о чем говорят мужчины, никто из нас четверых в армии не служит, поэтому этот вопрос в этом контексте я не знаю, как освещать. Вот, а что касается изменений, мы заострели. Хотим пойти служить. А вот нажмите кнопочку. Вот здесь нажмите кнопочку. Скажите, у нас подзапись. Вот так, да? Ну вот, планируем послушать. А то, чтобы послушать как надо и вернуться. Скажите, пожалуйста, на какую аудиторию рассчитан фильм? Подробнее о съемках в Петербурге. А фильм рассчитан на Василия Петровича Семенова из Кагалдурман, 43-х лет, и Анастасия Игнатьевна Павлова из Сыкт-Петербурга. Да, пожалуй, вот, целились в них двоих. Все. Все, на листам надо что-то писать. А что? А вы именно... Ну, что, вот мы давно не виделись. Собираемся, то есть мой персонаж приглашает ребят поехать в Питер. Вот, и вот поехали на Сапсане. Обсуждаем разные темы, темы дружбы, счастья, взаимоотношения с родителями, детьми и деньгами. Да, и их родители, да. На самом деле, мы пытаемся понять, в какой точке своей жизни мы сейчас находимся, что мы сделали, что успели, чего не успели сделать. Вот, и, ну, наверное, главная идея в том, что мы уже такие, какие мы есть, и неплохо бы немедленно быть счастливыми. Вот, наверное, суть. Значит, съемки фильма проходили в Петербурге. Вот как атмосфера Петербурга влияла на фильм? Во-первых, повезло с погодой, потому что местные жители, жители Сапсана, они говорят, что, ну, собственно, у нас давно такого лета не было. Вот, снимали мы в основном по ночам, потому что у нас всегда должны были белые ночи быть, вот, а днем отсыпались. И как-то вот так вот все повезло. С ночами тоже повезло. Жители Петербурга говорили, давно таких ночей у нас не было. С жителями Петербурга повезло. Жители Петербурга говорили, да, с таких жителей Петербурга не было. На самом деле, атмосфера Петербурга, конечно, она вдохновляет. Вот, абсолютно, сейчас в данном случае без лести, без каких-то, без кокетства. Санкт-Петербург один из самых красивых городов, который, вовлечено я, видел в своей жизни. И ты просто ходишь по этому городу, и что-то у тебя в душе явно происходит. Спасибо большое. Может, это добавите? Это и было добавление, да. Так, запишите. А что зритель должен вынести из просмотра? Слушайте, мы с вами могли в комнате поговорить. Вы предлагаете перейти к вопросам от органилиста? Ну, конечно. Нет, мы с удовольствием ответили вопрос, но люди пришли, так смотрят. Нет, нет, я думаю, мы, если хотите, ответим на этот вопрос. Что там должен вынести зритель? Как мне кажется, ему должно быть радостно и тепло. Вот, наверное, главное. Мне кажется, что кроме текстов, плотности, шуток в этих фильмах, есть еще то, что привлекает к фильмам, вот, ощущение искреннего, настоящего разговора друзей. Это дефицит, как мне кажется, в принципе, в обществе. Настоящий разговор. На федеральных каналах у нас, в общем, искренность такая очень формальная, даже если она присутствует. Вот, а вот этот обычный, нормальный, человеческий трехчеловеческий разговор, вот это вот то, что сейчас редко встретишь. И именно поэтому мы в Питере, потому что в Питере это как раз встречается чаще, чем в Москве. А так еще совпало, что нам не пришлось эту искренность играть особо, потому что мы 25 лет в этом году как театр, и 30 лет, 5 лет института, как мы встретились. Ну, а слава с Лешей, есть лет еще в школе, соответственно. То есть компании есть, о чем дружить, о чем говорить, и ловить эти моменты, пытаться их поймать. И они поймаются, потому что, ну, такая компания, такой компания не есть. А я чуть добавлю, потому что Леша говорит, по поводу искренности с телеканалов. Мне кажется, что там много, а если есть искренность, то все равно, знаете, ну, какое-то слово точное, ну, не знаю, там, агрессии много, искренней, но агрессии. А здесь много искренней, но, в общем, тепла, доброты, душевного комфорта, понимаете? Душевной теплоты на экранах искренней немного совсем. Вот это, мне кажется, ощущения зрители должны вынести из нашего дома. Спасибо большое. Коллеги, я предлагаю перейти к вопросам. Пожалуйста, просьба поднимать руку, подходить к микрофону, представляться. Конечно, вот так вот сидя хочется сделать какое-то заявление, но заявлять не о чем. Сегодня в 9 утра, да, не знаю, что сегодня в 9 утра, я проснулся. Хочу заявить вам искренне, это тяжело было сделать. Спасибо, мы уже посмотрели ваш фильм сегодня с утра, остались очень довольны, нам понравилось. Выходили все с улыбками на лицах, поэтому я думаю, что это много значит. Вопрос у меня, наверное, один все-таки. Весь фильм джинсы полно, фильм совершенно превышает все пределы, но не в том дело. Расскажите, как вы Прохорова привлекли? Вот это самый интересный момент, в котором мы все спрашивали друг у друга. Главное, не привлекли его, испугал он сейчас глагол. Да, мы как-то пригласили Прохора. Это целый какой человек. Но не в чатерах мужиков пригласили Прохора. Одного Прохорова пригласили. Значит, ну по поводу джинсы, все-таки, как вы упомянули, должно сказать. Нам нужно как-то выживать. Мы делаем кино, то, которое считаем нужным, не смотрим на конъюнктуру. Это мы вам правду говорим. Мы, в общем, по сути, самовыражаемся. Но при этом, что человеческое нам не чудо, мы хотим зарабатывать деньги. И в этой ситуации это тот компромисс, на который мы прошли. И мы очень надеемся, что эта джинса не вызовет сильного раздражения, потому что мы старались ее аккуратно, мягко и, как-то, ткань фильма органично интегрировать. Да, поэтому, если вам показалось, что этого много, мы их, как бы, у вас прощение. Но у нас тоже есть какие-то свои условия, и нам нужно совмещать бизнес с самовыражением. Понимаете, это непростая вещь. Вот у Михаила Прохоров, поэтому пейте водку, дайте саду. А это вам мешало смотреть, или просто бросилось так в глазах? Просто на этот взгляд. Ну, понятно, да, понятно. Прохова пригласили, потому что мы с ним были знакомы, и у нас сложился такой текст, такие размышления. И пригласили в чистом виде, ну, а вдруг? А вдруг согласиться, вдруг ему станет интересно. Оказалось, что действительно интересно, и согласился для бизнесмена вот такого уровня он... И спасибо ему за саму иронию, потому что, в общем, там она присутствует. Он первое, что в кадре говорит, миллиардер Прохоров слушает это тоже. И, в общем, да, дисциплинированный артист оказался, где все, он идеально знал текст. И единственный, кто пришел на площадку с выученным текстом. И, наоборот, он говорил, наверное, я неправильно что-то делаю. Я говорю, да вы просто идеальны в этом плане, потому что вы приходите, делаете именно вот все, что вот, ну, как нужно. И если ему говорят, что там добавить по сценарию, да, по ходу, вот, то он это добавляет, но при том, что он очень четко все выполняет. И рисунок весь, да, очень четко. Завтра, просто, чтобы вы понимали, завтра у нас, значит, в вечернем Борганте, значит, у нас специальный десант от нашего фильма, это ведет Леша Баранский, Михаил Прохоров. И тут вопрос, вот большая разница, где большая разница, в Русте или в благосостоянии? Нет, не делай конкуренцию, в благосостоянии. Состояние по сравнению с ним оценивается Форбс как критическое. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Да, пожалуйста, ваш вопрос. Евгений Веснинов, Форбский пресс-центр. Я тоже видел фильм сегодня. Если позволите, три очень коротких вопроса всем и один длинный Ростиславу. Всего доброго. Конечно. Кажите, пожалуйста, почему в фильме так мало шуток про геев? Ну, конечно, да, чтобы просто не забыть потом. Ну, наверное, эта тема нас волнует, но не настолько, чтобы вот все время по этому полу зашутить. Как все-таки разобраться с большим количеством женщин? Как их рассортировать? Это Ростислава? Нет, 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 нет. Это второй короткий. Нет, просто будет длинный ответ от Ростислава. Вы знаете, как у Жванецкого есть замечательная фраза, если мужчина любит женщин, значит, он любит себя. Если он любит женщину, он любит женщину. А как там разобраться с этим? Ну, черт знает, каждый находит свой баланс. Третий короткий. А все-таки старость или нет? Нет. Еще не старость, уже не радость. И тогда длинное, если позвольте. Ростислав, не так давно вы участвовали в программе «Звезда на звезде» Леонида Якубовича. И он там вас, ну, как бы, попытался упрекнуть, наверное, да, в высокой цене на билеты на ваши спектакли. Вы там, кстати, отвечаете, скажите, в связи с этим, а какие-то социальные проекты у вас есть? То есть, скажем, вы могли бы там кого-нибудь бесплатно к себе пустить, там, каких-то детей, там, не знаю, малоимущих. Мы можем пригласить малоимущих и детей. Не факт, что это им будет интересно, но... Не факт, что это поможет как-то справиться с этим в стране? У нас такая вещь, что если вы не знаете о том, занимаемся мы социальными проектами, благотворительностью или чем-то еще, это не означает, что мы этим не занимаемся. Ну, вот я думаю, что ответил, потому что это... Ну, некоторые вещи не афишируем. Ну, да. Не кем, которые, а, в общем-то, все связаны с такими вот вещами. Ну, то есть, конечно. Ну, что это, несмотря на то, что, реально, у нас есть организации, с которыми мы сотрудничаем. И у нас, так или иначе, всегда определенное количество людей бесплатно на спектакль. И именно не наших друзей или подруг, а именно людей, связанных с тем, что они не могут попасть к нам на спектакль. Это всегда у нас есть. Так что не волнуйтесь, здесь все в порядке. Просто, что мы не афишируем, не означает, что этого нет. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Просьба поднимать руку, подходить к микрофону. Для вопроса, почему вопроса? Благодарительство было задано. Слава Василисула. Может, Василисула, по-будому говорил с Якубовичем, звезде на звезде. Спасибо. Представьтесь потом, естественно. Я забыл, что я не знал. Спасибо. Коллеги, пожалуйста. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, персонаж Леры имел реально прототип? Там нет прототипа. Она и есть просто. Ну, что за прототип? Вы имеете, чтобы была ли у меня такая ситуация, чтобы я влюбился в молодую девочку и потерял? Нет. Это нереально. Это реально у нашего знакомого случилась такая история, что он совершенно просто потерял себя, сошел с ума от женщины. И просто, при том, что она, в общем, кроме внешних данных, практически ничем не соответствовала его идеалу, но он именно потерял себя, не знал, что делать и был не в порядке, безусловно. И мы, отталкиваясь от него, как-то построили это время. Ну, и потом это довольно типичная для нынешнего общества ситуация, и поэтому я думаю, что многие будут узнавать ее. Спасибо. Да, пожалуйста. Какая сцена была снята сложностно, с наибольшим количеством дублей, и там есть такая сцена, где вы поете с жителями Витера, и так далее. Мне бы еще показалось, что это какая-то непостановочная сцена, да, Клиц? Отчасти. Непостановочная сцена. Отчасти там люди проходили мимо и останавливались. Из окружающих людей, которые вокруг нас стоят, я думаю, где-то 50 на 50, действительно люди останавливались, пели, не очень понимали, что снимается кино, и это хорошо. То есть, если бы у вас такое ощущение, это хорошо, это понятно. Так что этим 50% мы не заплатили, нас сэкономили. Коллеги, не стесняйтесь. А, сложная сцена, но у нас была сложная сцена. Сценария, наверное, не самая. У Камиля есть длинный-длинный монолог, и там еще это было технически тяжело, и мы снимали ночью, огромное количество текста. Практически восемь кадров. Одним кадром сложно было. Да, там нужен был наезд, длинная специальная штука, я даже не знаю, как она называется. Назовем она трансвокат. Трансвокат. Нет, это что-то значит трансвокат. Наверное. А может быть, это не оно. Скорее всего. Короче говоря, такая вот телескопическая штука, которая медленно-медленно приближалась к лицу Камиля, а Камиль говорил текст, и в определенный момент должен был определенный текст сказать. Это довольно сложная задача, мы это снимали. Мы Камиле ненавидели к какому-то моменту, потому что мы часа два ее снимали, но в какой-то момент... Да, это тоже было одним дублем, поэтому как бы пришлось... Там даже, мы недавно, значит, занимались монтажом и разными делами. И мы с Флюзой замечали, как мы все сидим втроем, и, наверное, это не считывается зрителями, но мы видим, как в наших глазах отражается... Камиль, скажи уже, пожалуйста, скажи. Ну, в тем более два часа, но на пятом часу съемок этой сцены, и он уже Камиль тоже нас ненавидел. Да нет, но на самом деле, кажется, здесь у меня не было никаких затыков, просто нужно было там, именно в какой-то момент сказательный, и это... Ну, в общем, довольно сложная сцена. Сцена, где-то про лифчик, как сказал, да? Не-не-не, про лифчик, последний, последний монолог. Монолог про счастье. Про лифчик дался вообще вот так вот, где у меня монолог. Где он рассказывает про дозу и за чего поехали. А, на фоне собора. Там бывает. Спасибо. У вас вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, первый вопрос будет такой. С Татьяной Догилиевой, расскажите о своем сотрудничестве. Как вы получили большие удовольствия? Во-первых, она тоже получила, давайте она была просто счастлива сниматься, это мне уже рассказали, что она сразу согласилась, и, в общем, непонятное дело, что она единственное не понимала, ну, говорит, у нас же разные школы, я вот такая вот, актриса, да, они немножко другие, как я впишусь, что ей сказали, так, ну, другие и нет. И она легко пошла. Вам понравилось, как она вот ее... Когда особенно молилась и целовала. Смолилась и целовала Месси. А вы только уполите, если вы могли... Ну, смотрите, вот, смотрите, очень много основано на реальных событиях. Дело в том, что, ну, вот, Каргамин и Саша, они, как бы, я не знаю, на футболе, но при этом они там в это сердце не вкладывают. Мы с Лешей вкладываем. Леша, он, как бы, например, Месси и Рональд, он центрист, но немножко в сторону Месси. Я ярый реалист и Рональдист. А у нас есть еще друзья, которые ярые, как, мессиане, или, как можно сказать. Мессиане. 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 И, действительно, я считаю, что лучше, чем Месси. Вот это официально. А Догилева-то она увлекается футболом? Нет. Да, на самом деле, да. Она рассказывала, что она любит смотреть чемпионат мира и, собственно, поделит за... За кого-то? За кого-то. Ну, не за наших же, правильно? Нет. Мы с вами целый разговор, и она сказала, что... Даша, просто не дают возможность за них болеть, они сразу уходят, сливаются. Нет, на самом деле, мы получили большое удовольствие от профессионализма, и мы гордимся тем, что снялась у нас Догилева. До этого мы гордились и продолжаем гордиться, что Русланова в первом фильме снялась. Тут Догилева, ну, прям, приятный. А тот, который с ними падал, это же... Катрик падал. Было много дублей, а он жив остался в результате? А, и Геннис, который играл, ты зачем? Катрик падал, да? Нет, неизвестно. Нет, неизвестно. Мы ушли, а что там уже с ним? Ну, произошло, мы не знали. У вас еще вопрос, да? Кстати, это случай, который мы были свидетелями тому, это реальный случай, который мы инсценировали уже в кино. Да, человек упал, вот, сказал, ну, пять, парашют не раскрылся, пошел перейти. Вот, это правда. Было. В этой третьей части минимальное количество ярких женских персонажей, по сравнению с людьми, от чего-то. Ну, ходят женщины постепенно из нашей жизни. Ну, как-то, да, появляется больше собак, рогатного скота. Ну, вот Догелева, собственно, это же яркий персонаж, условно, яркий, да? Не, ну, на самом деле, в первой части у нас тоже мало женских ролей. На самом деле, я думаю, что вот почему. Потому что, ведь, это не из женоненавистничества или что-то, еще мы просто, когда пишем, нам сложнее писать для женщин, потому что мы не очень знаем, о чем они говорят. Получается, не точно, не совсем правдиво. Вот, мы это поняли. Хотя, вы знаете, мы набили руку, вот сейчас вот в спектакле Борьки чего-то нет, по-моему, у нас три удачные женские роли. Ну, особенно, мне кажется, удачно нам удалось выписать роль гримерши Гали, потому что мы просто эти гримерши видим и знаем, как они разговаривают. Я не имею в виду, что она блестящий сыган, она тоже очень хорошо сыграла, и так же хорошо сыграли еще две другие актрисы. Но нам удалось ее написать. Ну, это вообще-то так, но это спектакль, который мы не видели, наверное, о фильме. Ну, в общем, так получилось, так сложилось. На самом деле, мы хотели сделать кино именно про нас четверых, про наши отношения. Нам уже было важно самим. И еще, честно говоря, ну, мы так много говорили о женщинах в первом и втором фильме, что, ну, как-то потускал зритель от этого, нам так показалось, поэтому мы поменяли тему. Кстати, вот сейчас, в мае, мы начнем снимать фильм, адаптацию итальянского кино «Идеальные незнакомцы». Только что Камиль придумал новое название для русской версии «Громкая связь». Вот, и там четыре женские роли, три женские роли, вот, мы сильно и глубоко их переписывали. Спасибо. Ваш вопрос. Елена Серова, Радио России. Когда наблюдаешь за вашими интервью, сразу же понимаешь, что вы настолько органично все в жизни сочетаетесь друг с другом, и общение у вас очень легкое, что, казалось бы, да зачем вам писать сценарии какие-то, ну, так набросать какие-то общие сцены, а там все остальное можно… Насколько часто вам приходится, как раз вы, увлекшись импровизацией, отходите от сценариев, и насколько часто это включается в итоговую картину? Спасибо. Как правило, в фильмах у нас бывает импровизация, но не настолько, чтобы там отойти от берега, уплыть куда-то далеко. Вот, то есть бывает, если удачная какая-то импровизация, то да. А, ну, на самом деле, ребята, вот как авторы, они все-таки прописывают, вылизывают, что называется, и оттачивают уже этот текст. Я иногда как бы злюсь, я говорю, ну, дай я вот так скажу. Они говорят, ну, мы же вот, мы же все это уже… Ну, знаете, мы очень-очень тщательно… Поэтому я и столько долго снимал этот моноток. Мы очень тщательно относимся к диалогам и к постановке, расстановке и последовательности слов. От нее очень многое зависит. И… Собственно, эта формула «правильная слова в правильном порядке» для нас очень важна. Да, и даже мы часто в кадре, ну, то есть мы со Славой, как авторы, авторский надзор осуществляем, мы часто мучаем артистов, но сейчас… В том числе и самих себя. И себя. Нет, вот эта фраза, вот это слово обязательно здесь. Но я же сказал ровно то же самое, нет, не ровно то же самое. Я вот поменяю это слово на то, что написано. Так случается. Но иногда случается импровизация, конечно. Спасибо. Но, Саша, правда, на спектакле гораздо чаще. Там нас иногда куда-то заносит, в общем, сами не понимают. А на спектакле нам скучно играть в сотый раз одно и то же, и поэтому, конечно, импровизации больше. Спасибо. Ваши вопросы. Сорина есть. Ну, сначала реплика по поводу скрытой рекламы. Вот относительно ваших фильмов я убрала слово «скрытая». Вот. А второй вопрос по поводу музыки. Вы сменили как-то свои вкусы, изменили? Диква. Диква. Восемь лет назад. А не в первом же фильме. Восемь лет назад в первом фильме был Би-2, а сейчас Би-2, то нет, не сменили. А, нет, ну просто я думала, что несчастный случай как бы ваш… Нет, счастный случай. Нет, в первом фильме был Би-2, мы ехали на концерт Би-2. Вы не видели, наверное, первый фильм, да? Нет, видел, я просто… Ну, нет, не меняли бы вкусы, но я думаю, что совмещается, можно любить и несчастный случай, и Би-2. Тут такое дело. Это как женщина? Да. А удачная вот эта вот композиция «Ля поляка»? Реакция. В конце фильма, да? Да, реакцию Гатманова, вы не слышали? Нет, очень было бы интересно посмотреть, как это заснимет нам, было бы, можно позвонить. А насчет открытой рекламы, спасибо, что вы сказали нам об этом, мы позвоним сейчас ребятам, которые давали скрытую рекламу, и попросим больше денег, потому что открытая реклама стоит больше. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, подходите, не забывайте представляться. Просто, наверное, мне. Здравствуйте. Портал «Санимафия». У меня вопрос по поводу замены режиссера. Предыдущая две части...